Здравствуйте! Не обращайте внимания, пожалуйста, на то, что я, может быть, тут немножко таким хриплым, запыханным голосом говорю. Пришлось поработать с учетом того, что 26 градусов тепла. Ну, одним словом, небольшой перерывчик. И во время этого перерывчика очередное произведение ООО ПП Кизляр ША-4. Выпускается этот нож, сразу скажу, со сталью АУС-8, и стоит он 1700 рублей в империи ножей. И не знаю, как в других магазинах, я брал в империи ножей. Так, и здесь стоит у нас 12С27 Сандвик. Вот такой вот ножичек интересный. Он действительно интересный. Мне он как-то запал именно в душу, в первую очередь, благодаря рукояти. И я сразу же скажу. Мне нравится, когда вы мне подсказываете какие-то моменты, связанные с ножами, именно исходя из каких-то своих знаний. Потому что у меня знания по использованию ножей более чем ограничены. Я просто обычный, я не знаю, человек с улицы, с дивана, который берет в руки нож, говорит, удобно, неудобно, резать, не резать. Вот мне эта форма клина указывает на то, что это какая-то, есть у этого ножа узкая направленность. Вот эти вот зазубрины, я их ни пилой не назову, ни серейтером не назову, ни насечкой под палец. Это именно какие-то зазубрины. Я подозреваю, что это может быть связано как-то с рыбой, с чисткой рыбы. Одним словом, я сейчас сделаю обзор ножа, о котором я сам ничего не знаю. Он мне просто понравился. Очень легкий, маневренный, тонкий клин, всего 2,2 мм по обуху нож, 131 мм длина клинка. То есть, такой хороший крепкий середнячок. Этот нож, если бы он был покороче, его можно было бы брать в лес вторым номером, скажем, в помощь какому-то большому ножу. Или даже в таком состоянии, например, вместе с топором. Почему? Потому что я подозреваю, я вижу будущее, что за счет строения клина, за счет вот этой великолепной, ровной, изогнутой, режущей кромки, он отлично должен резать. Немножко меня напрягают вогнутые спуски, но это потому, что я фанат прямых спусков от обуха. То есть, многие ножи от кизляра с вогнутыми спусками резали у меня отлично, просто отлично продукты. Ножны у этого ножа вот такие вот. Вот как раз-таки воспользуюсь случаем. И спасибо большое, ребята, за науку. Когда я делал обзор финского ножа, я спросил, зачем вообще вот этот дополнительный подвес. И мне объяснили четко и точно комрады, зачем здесь двойной подвес на ноже. То есть, есть петля свободного подвеса вертикального, есть петля фиксированного подвеса вертикального. И клапан идет ровно по подпальцевой выемке на указательный палец. Нормальные, из толстой кожи, качественные, традиционные кизлярские ножны, больше добавить нечего. Рукоять интересная. Слегка, здесь стоит, конечно же, элострон, это очевидно и видно, слегка такая изогнутая спинка. На хорошем месте отверстие для темляка на самом деле мне нравится, когда вот в самый угол или вверх, или вниз сажают отверстие, не вынося куда-то в другое место. То есть, рукоять комфортно абсолютно для молоточного хвата, для вот хвата с упором в ладонь, как его не называют, там фехтовальный, финский, диагональный. Не очень удобно, потому что нож выносится вот так вот получается. То есть, ну, слишком, слишком здесь получается выемка, она мешает, ну, длинновато рукоять. Скорее всего, она именно рассчитана на какую-то такую молоточную работу. Для средней руки это вообще идеальная рукоять. Для крупной руки немножко не хватает толщины, но я уверен, что вот не будет наминать, не будет дискомфорта. Рукоять не проваливается. Хорошо сидит в руке. Обратный хват вообще замечательный получается. Просто вот обратный хват вообще просто идеальный. Палец встает строго на жопку, четко как влитая сидит. Явно выраженная подпальцевая выемка под указательный палец. Под остальные пальцы выемка идет вот так вот с подъемом. И четкий, хороший подпальцевый упор совершенно исключает какое-либо соскальзывание указательного пальца на режущую кромку. Спуски от середины вогнутые, как я уже сказал. Нож полированный в зеркало. И по-моему у них есть еще черная версия. За клинок хочу еще раз спросить. Сразу же я знаю, что знатоки буквально сразу же отзовутся. Для чего вот эти вот зазубрины? Потому что я это насечкой назвать не могу. Здесь если использовать как насечку это место, то палец можно просто покалечить. То есть нож явно предназначен для какого-то спокойного ровного реза без продавливания. Традиционное толстое кизляровское сведение, которое я уверен будет замечательно резать. Все. Легкий, маневренный, подвижный. Таких хороших, хищных, каких-то щучьих очертаний. Вот что-то мне подсказывает, что здесь явно идет какое-то направление в сторону рыбы. С одной стороны у нас надпись ША-4 и логотип кизляра. И с другой стороны марка стали и кизляр сделано в России. Все. Добавить больше нечего. Посмотрим, что он из себя будет представлять в работе. Но я на самом деле думаю, что на кухне он замечательно будет работать. Еще раз добавлю. Реально удобный рукоять, нож легкий. Каких-то сильных нагрузок он не выдержит. Там какого-то батонинга и прочего, я не знаю, сплавления по реке. Но для какой-то нормальной работы по той же самой рыбе, почему бы и нет. Спасибо за просмотр. Отдыхаем дальше.